Спасибо. А теперь я хочу передать слово следующему спикеру, Алирес Масави из Ирана, который расскажет нам о регистрации онкологических заболеваний в Иране. Исламская республика Иран, пожалуйста. В другую сторону, пожалуйста, идите, если хотите на сцену попасть. Хорошо. Хорошо. Большое спасибо. И в первую очередь я хотел бы поблагодарить организаторов. Спасибо, что пригласили. Для меня большая честь выступать сегодня с презентацией о регистрации и контроле онкологических заболеваний в Иране. Малкольм говорил об организации APOCP и в ноябре прошлого года у нас была региональная встреча в Тегеране. И там были представители из России. И мы решили расширить эту организацию и включить новую ветвь, включая Западную Азию и Азиатский регион в целом. Для того, чтобы предоставлять информацию по онкологическим заболеваниям, это может быть неправительственная организация, например, которая войдет в состав этой организации. Я надеюсь, что эта новая ветвь действительно будет организована. Мы начнем совместную работу по контролю раковых заболеваний в этом регионе. И Малкольм совершенно правильно сказал о том, что мы занимаемся профилактикой раковых заболеваний в Азии, и мы открыли новую ветвь. Поэтому я действительно надеюсь, что это поможет нам в работе, это поможет нам обмениваться информацией по Азиатско-Тихоокеанскому региону. И будем заниматься профилактикой раковых заболеваний по всей области. Итак, в своей презентации я хотел бы рассказать вам об Иране, о реестре раковых заболеваний в Иране, его истории, эпидемиологии рака и о том, как мы собираем данные в нашей стране. Итак, Иран в целом разделен на три основных региона с географической точки зрения. Это три области. У нас есть побережье Каспийского моря. Видите, что география очень отличается. У нас есть разные виды климата. Дальше у нас есть пустыня на юге. Там не очень много людей проживает. И, помимо этого, у нас есть южное плато или южная часть Ирана, где климат очень благоприятный, практически тропический. Итак, население довольно молодое, 75% населения в возрасте меньше 30 лет. Это очень молодая страна. Это значит, что у нас есть определенные данные по демографии. Мы будем собирать их и в дальнейшем. У нас мало данных о старении населения. Так что мы ожидаем, что наше население будет стареть в ближайшем будущем. Мы будем сталкиваться с проблемами стареющего населения. И, конечно, это увеличит раковую нагрузку по стране. Итак, население Ирана. Это совершенно разные люди. У нас есть, по крайней мере, 10 разных этнических групп, которые проживают на маленькой территории нашей страны. 50% — это персы по своему происхождению. Помимо этого, есть и азербайджанцы или турки. Дальше — гилаки, которые проживают на побережье Каспийского моря. Курды, арабы, луры, балучи. Все они проживают в разных регионах Ирана. Все это говорит о том, что у нас развиваются разные типы рака, совершенно разная заболеваемость. Я покажу это в своей презентации. Пожалуйста, посмотрите на этот слайд, и здесь вы можете увидеть заболеваемость раком. Вы видите, что на Западе и на Востоке заболеваемость отличается от центральной части. Заболеваемость разная. При том, что данные отличаются даже на расстоянии 100 и 300 километров. В восточной части проживают сотни тысяч людей. В центральной части где-то 50 тысяч. И вот на Западе проживает очень много людей. Вы видите, что есть большая разница по распространению раковых заболеваний. Здесь вы видите данные по смертности от рака. Это данные, которые были предоставлены в 2000-х годах. Здесь вы видите, что первое место – это рак желудка. И заболеваемость по этому типу рака самая высокая. Помимо этого, есть данные по раку лёгких, печени и так далее. Смертность от раковых заболеваний – это данные, которые иногда не дают нам чёткой информации. Вот, например, возьмём рак печени. Он не так часто встречается, но по смертности эти данные очень высоки. По этому виду рака – это в основном связано с тем, что в этом типе рака очень активно развиваются метастазы. Давайте посмотрим на историю реестра раковых заболеваний в Иране. Всё началось в 1956 году. В 1956 году была создана ассоциация раковых эпидемиологов, и они собирали данные по патологии, по раковым заболеваниям на протяжении 30 лет. И первый отчёт, который они опубликовали, был как раз в том же году. Но это был самый первый отчёт по раковым заболеваниям в Иране. И здесь важно было найти закономерности распространения рака. Главным раком был рак лифомы, и рак шейки матки, и рак груди. В 1969 году мы создали реестр по северо-восточной части Ирана, и информация отличалась от других регионов. Тогда информацию мы начали публиковать и расширили, включили туда и другие провинции, регионы, расположенные в северо-восточной части страны. Опубликовали данные, и данные показали, что большая заболеваемость среди тех туркменов, которые проживают на территории Ирана. Теперь 1996 год, уже то же самое пошло в Ширазе и в Каспийском регионе. Шираз вообще в центре Ирана находится, и они опубликовали свою информацию. В 1980 году начинали опубликовать, но реестр существует, но они перескрасили работу. В 1994 году парламент принял закон, что необходимо в обязательном порядке ввести реестр, но нет инфраструктуры. То есть, получается, нет тех официальных путей, по которым патологи могли бы сообщать о раке. То есть, закон был примен, но не было инфраструктуры. 1996 год ознаменовался следующим, простите, вернее, 1994 год. Все-таки стали думать об инфраструктуре, и тогда сформировался... В 1984 парламент опубликовал закон, а в 1994 только подумали об инфраструктуре. И в 1996 году институт, расположенный в Тегеране, сформировал реестр по населению по раковым заболеваниям. Было несколько центров по исследованию рака, которые совместили свои усилия для того, чтобы опубликовать данные по пяти провинциям Пакистана, и потом даже одна из этих провинций внесла свои данные в рак на пяти континентов в эту работу. Итак, реестр в Тегеране по населению, раковый реестр. Проводится исследование для того, чтобы эти данные публиковать. В 1996 году реестр был организован. Мы начали сначала с простого больничного реестра, разработали протоколы для больницы, для того, чтобы данные можно было собирать на основе больницы. А потом этот реестр распространили, и уже в 1998 году он стал покрывать весь мегаполис Тегерана, а не только в его южную часть. Цель этого популяционного ракового реестра состоит в том, чтобы понять распространенность рака в районе Большого Тегерана. Поэтому нам необходимо активно собирать данные. Это делается. На самом деле это достаточно большая работа. Собираем данные из центров патологии, из больничных отделений. Мы сталкивались с такими проблемами, как потеря данных, или данные передаются, но их невозможно интерпретировать, или отсутствие необходимых сертификатов для подтверждения данных. Это все осложняет правильное введение статистики в Тегеране. Почему именно Тегеран был выбран? Потому что это город с 10 миллионным населением, 22 района в нем на момент создания реестра. Рассуждали так, что если это удастся создать такой реестр в Тегеране, то мы покроем все этническое разнообразие, поскольку все народы, живущие в стране, живут и в Тегеране. Это один плюс. Еще мы подумали, что Тегеранская больница – это то место, где могут сформироваться качественные данные. В удаленных от Тегерана городах обычно качеству данных нельзя полностью доверять. Кроме того, хорошие диагностические условия в Тегеране, и для лечения существуют все необходимые условия. Поэтому нам лучше удастся отслеживать судьбу больных именно в Тегеране, чем в других странах страны. Именно поэтому было принято решение начать создание такого популяционного ракового реестра с Тегерана. Население Тегерана теперь охватывается этим реестром. Мы собираем номинальные данные – это фамилия, имя отчества, информация о заболевании, распространенность заболевания, классификация по реестру болезней и социальную информацию. Диагноз также. И таким образом мы можем видеть распространенность разных видов арака среди населения Тегерана. И вот уже первые данные, которые нам удалось опубликовать в Иране по Тегеранскому реестру. Вторая колонка показывает то, что касается информации по реестру из Тегерана. Вы видите, что рак желудка ведущий в Тегеране. Ордобиль, то есть уже указан. Это вот первое место по раку желудка занимает первое место. Но насколько можно доверять этим данным, собранным из маленького городка? Вот основные лидеры среди видов рака в Тегеране – это рак желудка, рак легких и бронхов и рак простаты. Также мы смотрим себя не только в сравнении с Ордобилем, но еще с нашими соседями с Пакистаном, с Турцией и с Кювейтом. А вот такая же информация, но о женщинах. Номер один – это рак груди у женщин. На втором месте рак желудка. Рак шейки матки, как вы видите, очень невысокий, и мы не ожидаем здесь роста. Также присутствуют и мейлоидная лекемия, и лимфома. Если мы посмотрим на информацию из Тегерана, то она стандартизирована по возрасту. Что мы можем сравнить с информацией по Ордобилю? Здесь очень невысокий уровень распространения рака молочной железы, но, скорее всего, это объясняется этническим составом населения. У нас есть еще и реестр на основании патологии. В 1994 году Министерство здравоохранения организовало и запустило реестр патологий, раковых патологий. Но вопрос стоит о необходимости инфраструктуры для того, чтобы патологи могли подавать информацию в основной офис. И это было сделано. Информация публикуется с 1996 года. Однако, вот этот реестр на основе патологий, он является просто таким источником для ссылки. Вот посмотрите на северный город, на северный город Машхат. Это развитый город. Это зона с высокой распространенностью рака. И этим данным в реестре на основе патологий нельзя особенно доверять, поскольку информация искажена. Она строится на основе пролеченных пациентов, которые получили направление. И цифры вызывают вопросы. Почему на основании направлений создается этот отчет? Дело в том, что когда люди приходят уже лечиться, то мы не знаем, откуда они прибыли. И мы не можем регионально отследить распространенность рака. Вот это основная проблема с этим реестром. Правительство пытается каким-то образом эту проблему сейчас решить. Но это сложно, потому что проблема, откуда прибыл этот пациент, не регистрируется. И мы не можем регионально показать, в каком процентном отношении распространенность рака относится к разным регионам. А теперь поговорим о еще одном реестре, который называется «Реестр рака на основе данных из пяти провинций». Это сотруднический проект, я в нем участвую, где пять провинций из разных частей Ирана решили скооперироваться, собирая данные по населению. И нам даже удалось, вот как я уже сказал, одной из провинций опубликовать свои данные в труде рака на пяти конфидентах. Данные у них очень хорошие. Они использовали данные по патологиям, но при этом данные собирались из больницы и из других источников для того, чтобы привязать их к регионам. И вот мне хотелось бы показать вам некоторые данные из этого реестра, по крайней мере, три основных категории. Посмотрим на рака пищевода. Это один из лидеров в трех разных районах страны, поскольку разный национальный состав. Видите, и картина разная – Тегеран, Шираса и Мазандаран. Вот последний показывает нам данные из реестра по пяти провинциям. И тут показано, что заболевание с этим видом рака падает. И мы видим, что по разным реестрам картина аналогичная. По крайней мере, можно говорить о тренде. Что говорится о раке желудка, то тренд стабильный на протяжении последних десяти лет. И колоректальный рак, количество случаев возрастает. И результаты подтверждены данными, которыми мы собрали на основании разных реестров. На этом я вас благодарю за внимание. Большое спасибо, господин Масави. Вопросы какие-то есть или комментарии? Спасибо большое. На самом деле, с точки зрения лечебника. Я бы хотела задать вопрос двум предыдущим докладчикам. Выреги Пакистан и Иран. Извините. Пожалуйста, задавайте вопросы. Я жду. Спасибо большое. На самом деле, наверняка в ваших странах регистрируется не просто заболеваемость тем или иным раком, а и заболеваемость по стадиям тоже. Правильно? То есть вы же регистрируете рак, впервые выявленный той или иной стадии, как у нас выполняется правильно, и уже леченный рак. Мне интересно, на какие стадии рака выявляются у вас в большем количестве? Первая, вторая, либо третья, четвертая. Что превалирует впервые выявленного рака? Понятен вопрос? Да, да, вопрос, конечно, понятен. На самом деле, вот в этом реестре, который на основании всей популяции, мы не собираем данные по стадиям. Однако эти данные нас, конечно, выводят на заинтересованность в том, чтобы знать и стадию, и о дальнейшем лечении. По поводу диагноза. Если говорить о раке груди, то 10 лет тому назад, даже 15, более 60% регистрировалось. И была очень высокая стадия рака, там, вторая и третья. Теперь, благодаря компаниям информированности и разным методам диагностики, эта стадия снизилась. Но вот эти данные мы не собираем систематически. Однако есть индивидуальные центры исследования, которые собирают данные по стадиям. И, соответственно, вот по раку груди мы уже можем сказать приблизительно, на какой стадии поступают пациентки. Но о других видов рака не могу вам точно ответить. Может быть, коллеги ответят. Еще какие-то вопросы, комментарии? А, еще же у нас не ответили из Пакистана. Извините, перевод почему-то не шел. У вас вопрос был по стадиям, насколько я все-таки понял, да? Какая стадия регистрируется в большем количестве у вас? Начальные или продвинутые уже стадии? На каких стадиях регистрируется рак в вашей стране? О, да. Уже продвинутые стадии, конечно. Продвинутые гораздо чаще регистрируются. Практически по всем видам рака. Рак груди, либо рак головы и шеи и так далее. Это все-таки третья, четвертая стадия. Наиболее распространенные. Не ранняя диагностика рака. И в одной из провинций Браджистане, она рядом с Ираном и с Афганистаном находится, рак пищевода является самым распространенным данным даже у женщин. Рак груди на втором месте, а пищевода на первом. И вот буквально на последнюю неделю, когда я получил отчет, мы даже подумали о необходимости проведения более подробного исследования. Видимо, все-таки алкогольные напитки, они вызывают рак пищевода. И особенно если пить в жарких условиях более 65 градусов, когда на улице, то тогда это особенно способствует... Нет, извините, горячие алкогольные напитки. И это вызывает рак пищевода. То есть, может быть, даже и осторожнее относиться к употреблению кофе в горячих температур. В Браджистане, допустим, аналогичная картина. Но мы не знаем этиологию точно, у нас есть догадки. Может быть, господин Чаусет, который вчера говорил, этиология чаще всего связывается с диетой, с режимом питания. То есть, горячие напитки, холодные напитки. Есть разные гипотезы. Может быть, то, что попадает... Даже, допустим, хлеб с добавками может что-то улучшать или ухудшать. И вот это сказывается на раке пищевода. Вообще, в Азии гораздо выше процента раков пищевода. Может быть, одна из причин. Очень мало употребляют в пищу фруктов по сравнению с другими регионами. Значительно меньше. И мы считаем, что это, может быть, наряду с горячими напитками, является еще и вкладом в развитие рака пищевода, отсутствие фруктов. Но вот сейчас, получается, кофейный перерыв, мы привыкли пить кофе горячим. И поскольку доктор Конан Юм сейчас отсутствует, поэтому у нас даже есть, соответственно, первого докладчика нет, соответственно, мы можем задержаться и с перерыва вернуться в 11.15. Поэтому надеюсь, что с новыми силами после кофе вы вернетесь в зал в 11.15. Начинаем вторую часть. Продолжение следует...